Привет, друзья! Как я вам обещала, я решила снимать для вас небольшие видео, в которых я буду рассказывать про один конкретный продукт, показывать, как его использовать и рассказывать вкратце о нём. Поэтому без лишних примедлений я приступаю к делу. Сегодня я хочу рассказать про глиняную маску от марки Helen Gold. Это маска с белой глиной. Если у вас проблем на коже, вы наверняка знаете, что вам необходимо использовать маску с глиной, потому что глина способствует тому, чтобы выводить из кожи жир и вот сало, и всю эту гадость, и в принципе грязь. Она сужает поры, она подсушивает прыщи, она препятствует возникновению угревой сыпи. В общем, если у вас проблемная жирная кожа, маски с глиной вы должны их делать минимум раз в неделю, лучше два раза в неделю. Поэтому я делаю их всегда. И это одна из моих самых любимых масок. У меня на самом деле она уже вторая. И я хочу снять это видео, потому что я знаю, что у многих людей возникает вопрос, как их разводить. У меня знакомые часто спрашивают, что, блин, я купила маску, ее нужно разводить, это сложно, непонятно. Я развела, она слишком жидкая, я развела, слишком густая, засохла, непонятно. В общем, я вам сейчас объясню, что делать, потому что все максимально просто. Итак, сейчас вы видите меня обязанники, я же, естественно. В общем, с этой глиной что вы делаете? Вы ее открываете. Вот как она выглядит изнутри. Дальше вы берете все, что вам потребуется. Эта емкость для того, чтобы ее разводить, не металлическая, обязательно. Если у вас есть обычная силиконовая мисочка для разведения масок, супер. Если нет, любая керамическая миска вам подойдет. Я иногда развожу в чашки. Главное, потом ее хорошенько промойте. В общем, дальше вам нужна столовая ложка. Вы берете 2 столовые ложки этой маски, добавляете в вашу емкость. Потом вы берете кипяченую воду. Вы берете ровно 1 ложку кипяченой воды. Добавляете и хорошенько все это перемешиваете. Если поначалу вам кажется, что ваша субстанция получается слишком сухой, не отчаивайтесь. Продолжайте мешать. Потому что в конечном итоге 1 столовая ложка воды – это все, что вам нужно на 2 столовые ложки данной глиняной маски. Поэтому просто продолжайте мешать. Буквально через несколько секунд у вас уже будет нужная субстанция. Консистенция должна быть примерно как сметанка. Это самое простое определение, которое я могу дать. Дальше, после того, как вы убедились, что у вас в этой вашей маске не осталось комочков, поэтому размешайте ее поаккуратнее и почательнее. После этого вы начинаете носить ее на лицо. Можно ложкой, можно пальцами. Главное, чтобы ваши руки были максимально чистые. Я носила специальные лопаточки для маски, потому что, вы видели, ко мне пришел мой маленький помощничек. Поэтому я не могла исходить свои пальцы. Они были в кошке. Поэтому обязательно помойте руки, если будете наносить маску руками. После этого вы оставляете маску на 15 минут. За это время она немножко застывает. Кстати, большая ошибка, которую многие совершают. Они разводят слишком мало маски и наносят ее в очень-очень тонкий слой. Нет, вам нужен более толстый слой. Поэтому вам нужно 2 столовые ложки маски. Не жалейте. Упаковка довольно большая. Я все равно хватит на много. Мне ее хватило на год, вот предыдущей моей. Поэтому не волнуйтесь. Итак, вы оставляете ее на 15 минут. Потом вы ее смываете. Она очень легко смывается водой. Я знаю, что есть глиняные маски, которые просто не отодрать потом от лица. Я стою с ними очень долго в ванной и пытаюсь их оттереть. И это просто целый челлендж. Здесь все максимально просто. Она смывается водой очень быстро. Буквально за несколько секунд. Все. Маска смыта. И главное, после того, как вам кажется, что вы полностью смыли маску, еще несколько раз ополосните лицо водой. Просто чтобы убедиться, что никаких остатков глины у вас на лице не осталось. После этого все. Вы промокаете лицо. Дальше вы наносите увлажняющий крем, что также очень важно. Так как глина очищает кожу, но немножко ее подсушивает, важно нести увлажняющий крем после того, как вы делаете эту маску. Если вы ее делаете утром, свой обычный дневной крем. Если вы делаете ее вечером, вы наносите свою обычную сыворотку, сверху ночной крем. Все максимально просто. Я ее делала сегодня с утра, перед съемками этого видео, потому что моя кожа очень запоршивилась за новогодние. Я очень плохо питалась. Я очень мало пила жидкости, и моя кожа такая на получи. Это был просто какой-то кошмар, поэтому эта маска просто спасение для меня. Вот, в общем, она подсушивает все, что должна, выводит токсины, и это все, что вам нужно. В глине очень высокое сдержание минеральных солей и ценных микроэлементов. И основы белой глины, вот из которой состоит эта маска, составляет коалин. Также белая глина – это превосходный антисептик, который обладает регенерирующими свойствами, что все, что вам нужно. Очистили, и вы получили более здоровые цветы, поэтому что еще вам нужно серьезно, особенно если у вас жирная кожа? Если у вас нормальная кожа, все равно периодически нужно ее чистить. То есть хотя бы там раз в месяц, пару раз в месяц глиняные маски лучше делать. Поэтому, пожалуйста, если у вас сухая кожа, то вот на зону Т все равно, в принципе, ее не помешает нанести. Что мне нравится в марке Хэнголд? Я давно пользуюсь этой маркой, у меня было много разных средств, поэтому я им доверяю. Всеми их средствами я была максимально довольна. У них абсолютно натуральные составы, что замечательно, что просто потрясающе. То есть в состав этой маски входит белая глина, дрожжевой комплекс, витамин Е. Все. Никаких там СЛС, парабенов, стабилизаторов и всего остального. Все максимально натуральное. Поэтому маска простая в использовании. Я знаю, что порошковые маски сухие иногда выглядят довольно страшно. То есть проще что-то готовое нести на лицо. Здесь серьезно, несколько секунд она готова. Смывать ее также очень просто, поэтому... Это проще, чем кажется. Вот так что небольшое видео, в котором я вам рассказываю про одну из своих самых любимых масок. Это must-have, если у вас проблемная жирная кожа. Просто поблагодарите меня позже. Все, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Если вам интересен такой новый формат, то ставьте палец вверх. Я буду снимать для вас их дальше. Вот, да. Отличного дня, хорошего настроения. И пока-пока. Пока-пока.